Ола, амигос! Ну и начнём. Эй, нет, не угадали в какой-то веке. Не с забавного, а со страшного. Хотя и все так в теме, что земля наша винтом идёт, но тут ещё и чернухи вбросили. И я не Антонио Гутерреша, что в изгнание отправился, хотя, может, нишу нашёл, где от лица ООН вещать на злободневные темы можно, да так, чтобы Панаму потом не выгребать. И более того, там все ещё такие с пониманием, головушками своими кивают, соглашаются. Но вы же помните, он там по политике что-то изобразить пытался, осудить что ли кого-то, после чего в Гималаях оказался. Правда, не всех это устроило, посему парня теперь в Антарктиду сдуло. Рассказывает вот оттуда, как льды тают, что это угрожает льдам, которые тают, потому что льды из-за потепления тают, а тающие льды это... Ладно, я так долго могу ещё. В общем, я не об этом, я об учёных, почти британских учёных, американских, которым стуканули астрономы из Юты, а они уже, в свою очередь, добавив красок апокалипсиса, всё по полочкам и разложили. Говорят, что в космосе кто-то снова лампочку не энергосберегающую включил, и солнечный зайчик запустил этакий космический луч, которого в природе не может быть и физики не бывает. И вообще все догмы мировые рушат. И в душе они не понимают, что это такое, но русских с лазерными указками, кстати, туда притянуть не догадались. И вот якобы есть в космосе неизведанная ранее частица под названием «Твою же мать!» Или «Ом май гад!» по другой классификации. И энергия в ней столько, что всё к хренам, если попадёт, куда снесёт. И всякие хабблы, арреи и прочие высокотехнологичные телескопы, перископы, монокли не могут дать ответ на вопрос, что это такое. Притом штука эта появляется не впервые, и раз в год кто-то их запускает. И пучок энергии и света там такой, что его источник отследить как два пальца. Но источника и нет, так что прёт эта радость из ниоткуда и в никуда. В общем, паника в рядах астрофизиков. Дипломы сжигают, к теории плоской земли возвращаются. Ну просто так она спится спокойней. А в оригинале их официальное заявление выглядело как-то так. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. А помните, как в своё время Франклин Рузвельт сказал «Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын». А, не, он сукин сын, но он наш сукин сын. И вот с 8 года фраза эта и в 23-м нарисовалась. О чём и вышла статья в «Политика» с гремящим заголовком «А чё так можно было, да?» И история эта стартанула ещё в 22-м году, но на заре санкционных пакетов. Правда, пакеты сами по себе скучны и незатейливы. Посему, кто обладал желанием, всё это дело обходил, оползал и продолжал работать. Там ещё губернатора Нью-Джерси осенило. «Мы есть доллар резервный, а значит негодников, что наши санкции исполнять не будут, будем наказывать. Но там ещё в ЕС щепчики в небо летели. Это ж гениально, мы то, что хотим. Да, но у вас нет доллара. Да, нет, но мы хотим вас слушаться». Ну и понеслась. Чёрные списки закрытия бизнеса. И всё было круто, пока затрагивало это только иностранные государства и западные компании. Но, как выяснилось чуть позже, с Россией дела имели весьма не кислые себе конторки. Штатовские конторки. Ну а-ля Джипи, Морган, Ксерекс и ещё одна газончиками-синтетическими барыжище. И начали эти, друзья, контракты терять финансирование. Что ещё хуже, врагами народа становиться. И пошли друганы эти в суд права свои качать. Ибо они все свои в доску, ВВП делают, налоги платят, школы и больницы содержат. А по ним вот так вот и катком. Суд их внимательно выслушал и сам прифигел. И правда, санкции же против России с хрена American people всю прелесть хавать должен. И пошли уже залёты в том самом Нью-Джерси, который сходу переобулся и заявил, что их не так поняли. Слова выдрали из контекста. И вообще-то диффейк. И никаких чёрных списков отродясь и не было. Быстренько закончик отменили. Притом втихарика. Но без лишней шумихи. Точнее даже не так. С громким заявлением, что Америка свободная страна и непосредственно в нашем прекрасном штате всегда рады компаниям, что работают по всему миру и со всеми. Даёшь свободный рынок. И увы, на данный момент реакции от Евросоюза пока не последовало. Но видимо будет что-то вот в таком ключе. А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки. А тем временем в такой далёкой Японии своя беда приключилась. Где Кисида-сан, это вот смотрящий за островками, вдруг в ночи подорвался. И в чём, мать родила, щаманулся из резиденции своей премьерской. Ну там ещё армию, флот, авиацию на уши подняли. Секретная служба, самураи, гейши, пикачу. Ну вот все по улицам бегали, суетились. Так как, о божещик ты мой, в опочивальнике Сидной что-то таинственное произошло. Спецслужбы, конечно, отмалчиваются, но из утечек стало известно, что причина в привидениях, что голове спать не давали и всячески неприлично к нему докапывались. А ведь его предупреждали, что водичка с фукусимой недоочищена. И не хрен суши из ребёхи той да перед камерами уплетать. А, не, не так. Ведь его предупреждали, что в той резиденции уже лет 10 никто не жил из-за дурных поверьей и слухов, что там обитают призраки, что иногда являются именно руководителем страны и бесчинству устраивают в различных, просто устраивают. В общем, пока неизвестно, что это было. То ли белочка, то ли и правда призраки. Отличного дня. Пока.